Очередное заседание комиссии по охране труда состоялось в Брестском госполкоме. Профильными специалистами была проанализирована сложившаяся ситуация на городских предприятиях. Разбирался каждый конкретный несчастный случай. В целом ситуация с производственным травматизмом по городу Бресту у нас улучшается. На сегодняшний момент мы имеем 12 несчастных случаев за 8 месяцев. Это снижение к уровню прошлого года на 25%. Но есть и негативный момент, что количество несчастных случаев со смертельным исходом в этом году у нас больше гораздо. Это 3 несчастных случая. В целом проводится определенная у нас работа на уменьшение производственного травматизма, в том числе и работа мобильных групп Брестского госполкома. То есть мы регулярно выезжаем, 66 выездов осуществлено за 8 месяцев. И порядка 163 предприятий мы обследовали. Более 2,5 тысяч выдали представление и предписание на устранение выявленных недостатков. Ведется работа у нас по проверке знаний у руководителей по вопросам охраны труда. 42 заседания комиссии было, и около 1000 руководителей у нас прошли проверку знаний и получили удостоверение по охране труда. Охрана труда – это то, с чего начинается жизнедеятельность любого предприятия. Изучение выявления возможных причин производственных несчастных случаев и разработка мероприятий, направленных на их устранение. Вот пункты, которые можно назвать своеобразной азбукой труда каждой организации. В более половины случаев у нас есть обоюдная вина. То есть и наниматель, и непосредственно травмированное лицо у нас – это несоблюдение требований охраны труда, других нормативно-правовых актов по охране труда. Есть, конечно, вопросы и к руководству. Необеспечение, скажем так, средствами индивидуальной защиты, несоблюдение, отсутствие контроля со стороны непосредственно руководителя за работником, соблюдение безопасных методов производства работ. Поэтому бывают случаи и непосредственно, конечно, одна вина работника, который пострадал, но и бывает и обоюдно. Один из примеров – несчастный случай с летальным исходом на предприятии «Микс Трансгрупп». Он произошел 13 мая 2024 года. Водитель по окончанию работы именно подачи бетона на строительном объекте задел линию электропередач, что привело к травме, несовместимой с жизнью. В данной ситуации виноват как наниматель, так и сам работник. Руководство допустило обычного водителя без определенного обучения к выполнению работ по профессии машинист автобетоносмесителя, а также без предрейсового медицинского обследования. Погиб у нас водитель автобетононасоса, затронул провода лэб. Водитель не собрел технику безопасности, не поосторожности, поставил машину в том месте, где не должен был ставить и зацепил высоковольтную линию. «Таких случаев не было. Это первый случай, и мы вообще в шоке, что это произошло». К сожалению, такой случай, где была нарушена техника безопасности, которая привела к гибели рабочего, не единичной. Потому на заседании был сделан акцент на ее соблюдение. Первый заместитель председателя Брестского госполкома Юрий Климахович отметил, что лишь при неукоснительном соблюдении дисциплины правил и норм по охране труда, а также мер безопасности на территории организации можно избежать подобных производственных травм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова